Субтитры создавал DimaTorzok 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 Америка Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Это просто подруга Дэвида Карсона, которая с его историей по поводу его собственных тетушек написала вот этот шаманский бестселлер. Ну, anyway. И когда он показал, я думал, что все, потому что очень красивый орел, который держит в руках такую изумрудную землю. Ну, типа, может быть, Турквойс, такой зелененький был камень. И орел, который летит. А я думал, что как бы это очень круто. А Костенданда говорит, ну, я вам тоже покажу. И мы немножко прошлись и встали. А стоим, как бы так стоим, да стоим, расслаблены, погода хорошая, солнце, Калифорния. А он говорит, ну вот, мы говорим, ну что? Он говорит, ну вот, этот вот и есть мой спирит-хелпер. И показывает. Мы задираем голову и к своему ужасу видим, что это здание, помните, кто знает, пирамиды. Как она называется в Сан-Франциско? Транскорпоративная или как она там? То есть вот это вот самое пирамидальное здание. Ну, это уже не покроешь ничем. И Костенданда говорит, в каждом городе, если я куда-то приезжаю, у меня есть вот такой дух-помощник. Я как бы с собой не вожу, а прямо там открываю в каждом городе. Вот как бы и все мои впечатления. Никаких диалогов с Костендой, никаких там вопросов. Не то, что я не вел, но у меня даже и не было, к сожалению. То есть у меня интерес был не очень высокий. В последствии какое впечатление? Костендеда вызывает компэшн, сочувствие. Реально. Это маленький мальчик, забитый, рожденный в богом забытой Кахамархе. В 25-м году. Это маленький городок в Перу. Я там тоже бывал. Это совершенно такая суеверная и предубежденная среда, католическая. А он при этом родился бастардом. Понимаете, да? Незаконно рожденным. Не в любящей семье. Он всегда был маргиналом. Понимаете? Дальше. Что с этим мальчиком происходит? Конечно, этому мальчику нужна мечта. Какая? Ну, то, что Олдерс Хаксли, может быть, не совсем точка, но как название. New Brave World. То есть какой-то новый смелый мир. И он переезжает из богом забытой Кахамархи. Куда? В Мекку. В Лос-Анджелес. В Голливуд. Понимаете, да? Куда едут все. С амбициями, с мечтами. Понятно. Ну, как бы, что мне тут рассказывать? Про Голливуд. Многие знают лучше, чем я. Итак, и вот его, как бы, эта двойственность разворачивается всю жизнь. С одной стороны, он из маленького забитого городка, забитый мальчик. С другой стороны, он всю жизнь практически живет в мегаполисе. Да? Что там, 1267 Пандора-Авеню, Вестфуд, Лос-Анджелес, Калифорния. Вот его адрес. В компаунде. Всю жизнь. Сколько там? Лет 30 с лишним. Окей, это один аспект. С другой, мальчик очень обидчивый. Из своей верной, так сказать, среды. Значит, ему что нужно было? Развить себе логос. Логику. Логику рационального мышления. Ну, конечно, он развивает. Сначала он хотел быть художником, а потом становится, как бы, антропологом, в конце концов, писателем. В конце концов, все-таки, возвращается, опять же, к тому, что немножко вне логоса. Переходит в некую магию. То есть, все время трансцендирует все свои этапы жизненные. Кого он может впечатлить, этот мальчик? Денег нет. Правильно? Биография более чем скудная. Никого за ним. Ну, понятно, кого. Мы уже догадываемся. Кроме профессоров в UCLA, потому что он был рациональный. Это плюс. Ну, неплохо выполнял задания. Хорошие оценки получал. И очень был приятен в общении. Невероятно приятен в общении. Конечно, мы догадываемся, он, в первую очередь, мог впечатлить женщин. То есть, опять же, Шерше Ля Фаб. Первая, ну, его жена, вот эта Маргарет, да, по-моему, она уже была замужем до него за писателем, который писал американским. Писал вестерн. И работала в телефонной компании, как это известно. Поэтому Кастанеда первую книгу, которую писал шесть лет и не дописал, она называлась «Dial Operator». Как это перевести? Ну, dial – это что-то по поводу набора. Короче, телефонный оператор. Вот книга Кастанеда. Первая, незавершенная. Может быть, это лучшее, потому что мы ее не знаем. Далее, что происходит. Обидчивый. Все время тусовки, все время общения, все время голливудские вот эти вот пересечения. Кто его герой? Мальчик как бы маленький, ниоткуда. Кто его герой при этом? Конечно, Олдес Хаксли. Британский интеллектуал. А, понимаете, аристократия, выдающийся человек, который считал, что 99,5 людей на планете, включая англичан, кто? Правильно, имбецилы. Имбецилы просто. И только 0,5 достойны внимания и нужно все вкладывать, чтобы поднимать стандарт и качество их существования и мышления. Все остальные люди – имбецилы. Поэтому Кастанеда, конечно, очень любил Олдеса Хаксли. И при этом легко обижался и наживал врагов. Вот, к примеру, одним из его серьезных врагов, вернее, с кем он стал враждовать, это был Тимоти Лири. Почему? Потому что просто на одной из вечеринок Тимоти Лири насмехался над ним. Насмехался. Унизил. И Кастанеда этого никогда не забыл. Поэтому я понимаю, откуда это в психологии Кастанеда было, обидчивость и боязнь критики. Видимо, я не знаю, может, в детстве критиковали. Поэтому, как только началась критика после 1971 года, только пять лет продержались его работы, как работы, достойные реальной антропологии. Через пять лет они были раскритикованы, и никто уже не мог сказать, что это реальная антропология. Что это уже не нон-фикшн, а фикшн. То есть выдумка. Как только началась критика, он исчез из поля масс-медиа. Потому что просто не было ресурсов выдерживать. То есть это был человек другого порядка. Что еще могу сказать? Вот эта вот маргинальность, она как бы проходила по всей жизни. Ну, например, он сам как бы, да, маргинал. Но он исследовал, вот, например, путь Яки. А кто такие Яки? Да? Племя. Ну, оно же маргинальное племя. Оно в Мексике маргинально, потому что оно было, восставало против правительства, и правительство его немножко убивало. Мексиканское. И они частично бежали в Аризону. А в Аризоне они тоже не свои, а пришлые. И им с большим трудом дали только право записаться, иметь какую-то землю и записаться как Native Americans. Вопрос о пользе того, что сделала Кастанеда. Я думаю, вот, мое понимание, что Кастанеда потенциально был тем, что в Индии называлось шраманы. Как Махавира, Джина, как Будда, как в последние, там, уже поздние времена, уже не в Индии, тот же Гурджиев. То есть люди, которые неортодоксальны, начинают свой путь. Вопрос, начал ли Кастанеда свой путь? Отчасти да. Отчасти да. Но я, насколько знаю, по моим расследованиям, у него был вопрос. Или зарегистрировать то, что он делает, как религию, наподобие саентологии, или создать Тенцегрити, как способ распространять идеи и такой подход к жизни магический. Отсюда, вот, я думаю, и пристекает, кто в курсе, страшная ненависть Кастанеды и его критика со стороны того же известного очень психолога американского Демила, который был сам саентолог. Потому что они боялись, что вот еще один конкурент прямо в Голливуде, прямо в Калифорнии, который еще свою религию создаст. И он, и Кастанед был очень близок. Демиль был саентолог, который вот, Дон Хуан Пейперс, да? Да, да, да. Вот. То есть Кастанеды жил в такой довольно плотной среде и боролся. И поэтому он что говорил? Надо что, стереть личную историю. Ну, звучит здорово, и мы верим, что мы можем менять нашу историю, правильно? То есть творить историю, с одной стороны. Но, с другой стороны, Кастанеды был уязвим. И поэтому говорил, что если нашу историю знают, то могут обнаружить, что мы лжем. А если не знают историю, нельзя доказать, что ты лжешь. Это невозможно. Тебя невозможно обвинить в обмане, потому что за тобой нет никакой истории. Понимаете, нет контекста. Вот еще только один такой аспект, который, на самом деле, меня так затрагивает. То есть все это как бы хорошо, но мало меня затрагивает. Единственный контекст, который меня затрагивает, это отношение к Native American, к индейцам. Месседж индейцев по поводу их духовной силы, знания, он примерно таков. Белые люди. Белые люди. Fuck off from our spirit power. Вот примерно такой месседж. Они никогда не допускают. К своим духам. Потому что белые забрали землю, ресурсы, а теперь начинают забирать их духов. Представляете? То есть последние. И североамериканские индейцы абсолютно в сути закрыты. Я многие знаю лично и сам прожил 18 лет в Америке, в частности в Нью-Мексико и близко общался с людьми из резерваций. Там ненависть. Прочее в Мексике и в Южной Америке. Там как бы они к белым более лояльны. Поэтому Кастанеда здесь для меня феномен как вот такой уникальный путь. И я верю, что каждый, каждый из нас способен раскрыть своего Дон Хуана, своего высшего мастера. И в этом только месседж. Никакие там яки и так далее. А именно учиться всему нужно. Но наш путь это путь раскрытия через собственный опыт. Если кто согласен со мной. Ну на самом деле мне все равно. Это принцип. Вот такая вот история Кастанеды, которого я уважаю, но считаю, что это драматическая фигура. И влияние, понимаете, надо иметь хорошие мозги, чтобы быть к этому готовым. Маленький, маленький пример. Когда гринго, белые, грингос, приехали в Сонору, как раз на территорию Яки. И хотели, чтобы их посвятили в ритуалы пиоты. Пиоты. То, что описывала Кастанеда, да? Звучит хорошо. Дальше. Они обнаружили удивительную вещь. Что Яки, племя, которое вроде бы породила Дона Хуана, вообще никогда не практиковала и не практикует ритуалы пиоты. Они вообще не знают, как это делать и не имеют никакой связи с пиотой. Яки. Но при этом есть соседнее племя, которое этим занимается. И гринго, гринго, ну, видимо, уже подготовлены в изменённом состоянии сознания, долго там тусовались, пока камнями не забили старейшину этого племени. Вот это примерно поведение людей, которые ищут духовного откровения. В общем, в поисках знания и учителя вытоптали полмексики, да? Табуны. Да, да. Вот как-то так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...